Приветствую вас, вы знаете, довольно сумбурный получился у вас текст, довольно сумбурный у вас получился рассказ, вот, и на самом деле ваш вопрос, что делать, это, к сожалению, большому вопрос жертвы, этот вопрос именно такого вот жертвенного поведения, жертвенного отношения, жертвенного позиционирования себя, вот. И, вы знаете, вы знаете, я бы сказал, что начинать нужно с самого главного, да, начинать нужно с самого главного. Вот, вы спрашиваете, да, что делать? Что делать, чтобы что? Вот. Меня от другого человека бессмысленно, меня от другого человека бесполезно, пока он сам не захочет. Что делать, чтобы что? Это ключевой вопрос. Далее. Изучите тему созависимости и треугольника Карпмана. То есть, тема созависимости и треугольника Карпмана. Это такой момент. Дальше. Вы пишите, на данный момент я не учился, не работал. Несмотря на то, что вы собираетесь переезжать в другой город, как вы собираетесь переезжать в другой город, если вы не учитесь и не работаете, это вопрос отдельный. Несмотря на это, все равно вы сейчас, по сути, ну, ничем не занимаетесь. По сути, вы сейчас, так же как и ваша мама, находитесь на птичьих правах. То есть, у вас нет никакой независимости. Вот. И здесь нужно обращать внимание именно на собственную реализацию. То есть, не на то, что вы выйдете замуж, а именно на реализацию. Понимаете? Вот. Вот. Реализация нужна. Понимаете? Вот. Какая история. Ваша собственная реализация нужна. Вот. Это то, что необходимо вам. Самой. То есть, чёткие цели, чёткие задачи. Свои собственные. Вот. Не мамы. Да? То есть, задачи не мамы, а именно ваши, именно ваши задачи. Вот. Понимаете? У вас здесь, как бы, вот очень много мы, мы с мамой, очень много вот этого у вас есть. Это, на самом деле, деструктивная модель поведения, потому что, когда есть мы, нет я. Соответственно, сложно что-либо исправлять и корректировать. Далее. Вам нужно перестать оправдывать своего отца. Он ненормальный, у него есть проблемы и вам нужно перестать его менять. Вот. Ну и дальше там, соответственно, по факту, да, то есть, там, дальше уже при анализе мы будем, значит, разобраться лучше в том, что с вами происходит. Да, то есть, как складывается поведение ваше. Дальше. Смотрите, вы пишите, вы пишите. Значит, на данный момент я не работаю и не учусь. Так сложились обстоятельства. Вот так сложились обстоятельства, это вычисление жертвы. К сожалению, вы простите за, может быть, грубое высказывание, но тем не менее. Вот. Мама 49 лет потеряла работу. Папа тоже сокращен с предыдущего места работы. Сидел дома три месяца. На что вы шили все три месяца? С самого детства не оставляет папиного отношения ко мне и маме. Нет, не так. Мама позволяет, значит, к себе относиться. Так. Как относится ваш отец? Она позволяет так к себе относиться. И она транслирует вам такое же поведение. По сути, такое же поведение. Что следует? Знаете? Что и она. То есть, вы стреляете не от папиного отношения, а от того, что мама позволила папе так с собой обращаться. Он нормальный, но очень нервный и жесткий. Ну, человек не может быть нормальным, будучи очень нервным и жестоким. Что тогда вообще нормального? Да. Ссоры у нас постоянно были из-за мелочей. Есть такая игра, называется Попался сукин сын. Психологическая игра, почитайте о ней в интернете. Вот. Она очень часто идет в купе с игрой скандал. Психологической игрой скандал. Так. Дальше вы жалуетесь. Дальше вы как бы говорите, что это вот все из-за него, столько слез прилила. Вот. Еще в эти минуты очень зло жестоким. Может даже у нас. То есть, знаете, вот. Вы простите, опять же, но не читается у вас поведение взрослого человека. То есть, отношение взрослого человека не читается. Здесь. Вот. Вот. То есть, вы как бы вот, как бы, вы так же продолжаете вести себя как ребенок сейчас. Значит, надеюсь, думаю, что кто-то придет и решит за вас ваши проблемы. Вот. Дальше. Я вижу в его головах такую ненависть к нам, что даже думаю, что сейчас он хватит за нож. Ну, на самом деле, здесь, конечно, очень много тонкостей. В силу того, что отношения у вас созависимые, да, нарученные, соответственно, личные границы. Вот. То я полагаю, я полагаю, что нужно восстанавливать личные границы. Вот. То есть, как бы, я полагаю, что с ними нужно работать. Потому что ненависть к нам, не к вам. А, это ненависть, как бы, это чувство обращенное на него самого. Ну, вот. Вы здесь абсолютно ни при чем. Соответственно, мысли, которые пораждаются этим взглядом, необходимо скорректировать. Дальше. Деспотичный, злой, жестокий, не умеет говорить с женщинами. Этого человека вы называете нормальным. То есть, обравдываете его. Вы ему миллион раз говорили и указывали на его недостатки, но он все равно не меняется. Соответственно, обвиняли его и, по сути, возлагали на него ответственность за то, что происходит с вами. То есть, вы и по жизни, действительно, будете так жить. По жизни вы будете обвинять других людей в том, что происходит с вами. Понимаете? Но вы несете ответственность за свою жизнь. Вы отвечаете за себя. Этому не научила вас ваша мама. Этому можете научиться вы у психолога, например. Вот. Понимаете? По сути, вот, по сути, вы просто жалуетесь. То есть, поймите, я понимаю, что вам тяжело. Я понимаю, что у вас психологическая травма. Я понимаю, что вы никогда не видели ласки, боитесь сближаться с мужчинами, всех отшивали и так далее. Я понимаю, что у вас нет позитивного мужского примера перед глазами. Я понимаю, что, по сути, ваш отец, это такой один сплошной критикующий, тиранизирующий родитель. Да, а мама это такая вот жертва, которая там ведет партизанскую войну. Я понимаю, что ни тот, ни другой родительский пример не, как бы, не конструктивен. Вот. И вам в этой ситуации, по сути, остается два пути развития. Первое, значит, либо, первое, это либо, либо вы идете по стопам своей мамы, пытаясь заменять отца, и вечно обижаясь на него за то, что он, ну, как бы, такой. Вот. И второй вариант, второй путь развития, да, это, как бы, взятие личной ответственности на себя. То есть, изменение своего поведения, отношения, отношения. То есть, перестать обрадовать, идеализировать маму, критично отнести, в первую очередь, к маме, к папе, к себе. Взять ответственность, в первую очередь, только на себя, а не за маму, да. Вот. Ну и так далее. Тут это определенно работало. Ну вот. Значит, так, ну вот опять, да, недавно это опять случилось из-за пустяка, всё было одно и то же. Я выбежала в подъезд в одном халате, мне было всё равно куда бежать. Мы с мамой мёрзли подождём час, потом пришли. Почему именно час? Почему пришли? Что было потом? Вот. Важно понять простые вещи. Мужчина говорит на языке слов бесполезно. Мужчина понимает язык действий. Я была в ужасе, ну, в шоке. Шок – это хорошее состояние. Шок – это, ну, как бы, это хороший такой повод для того, чтобы, ну, уйти об ответственности. Опять же. Так, эээ, не так давно были панические атаки. Откуда вы знаете, что это панические атаки? Как бы, почитали в интернете или что? Мне не с кем поделиться, думаю, что надо идти к психологу и всё рассказать о своей боли внутри. Согласен, вы можете сделать это в детстве на ресурсе, рассказать о своей боли внутри. Вот. Конечно, лично я съехал, но переживаю за маму. Переживаете за маму в чём? Что делать, чтобы что? То отделите себя от своей мамы. Вы – это вы. Мама – это мама. И... Как бы... Мама – это... Ну, мамина ответственность, в общем, это мамина ответственность. Малыш, отвалыш, вам нужно в первых о себе думать. Никак ему это не объяснить абсолютно, человек не поймет этого, пока вы не живете с ним, и пока мама, и вы следуете его, как бы, ну, видение мира. Опять, вы, соответственно, здесь расшалуетесь, опять вы говорите все за него, это психологическая грация за тебя, вот, что нам делать, опять же, что нам делать, чтобы что, почему нам? Понимаете, Ананим, мы работаем с вами, не с вами, а двумя, да, не с вами и вашей мамой, а с вами, поэтому что делать лично вам, что делать, чтобы что, какие нам для этого ресурсы. Скоро планирую уехать в другой город с мамой, она останется один дома, но все равно переживаю, как они с мамой будут чуть дальше, когда я выйду за мной, это пусть мама позаботится об этом, пусть мама позаботится, пусть вы можете ей помочь в этом, но это мамина ответственность. Еще раз, вам необходимо отделить себя от всех, и думать, в первую очередь, о себе, для этого, конечно, потребуется определенная работа, работа с личными границами, самооценкой, с принятием себя, вот, с обесцениванием, которое у вас имеется, но это работа, если вы хотите, чтобы у вас вот это все нормализовалось, то, соответственно, выбирайте психолога и начинайте работу. Сперва проработаем все травмы, которые у вас были, да, то есть, ну, вот, отца, вот, и потом можно будет начать работать уже над формированием вашей личности, вот, по-новому. Для этого нужна ваша готовность, силы и желания, вот, а так, как-то, да, посоветовать, да, то есть, вот, вы говорите, что он рос без отца, ну, да, ну, и что? Но, понимаете, вот, вам это поможет немножко на индивидуальной работе, но больше это никак ни на что не влияет. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Почитайте про те игры, что я сказал, вам это позволит увидеть мир в более реальном свете. Желаю вам всего самого доброго и удачи.